По словам основателя винодельника Антина Алексея Склярова, саммит виноградарей и виноделов во многом стал историческим для развития отрасли. Во-первых, сменилось полностью руководство, я бы сказал, контроль над Союзом виноградарей и виноделов России. Главным виноградарем и виноделом теперь у нас является никто иной, как мой коллега, телеведущий Дмитрий Киселев. А прежний президент Союза виноградарей и виноделов Борис Китов, руководитель партии Роста, ну как-то так, вроде как бы добровольно ушел в отставку. На рынке виноградарства и виноделия ожидаются серьезные изменения, поскольку в настоящее время весьма срочно предпринимаются попытки реформирования законодательства, в чьих интересах станет очевидно в ближайшее время. При этом представители малых форм хозяйствования прилагают значительные усилия для внесения поправок в законодательство с целью развития именно российского виноделия. Одним из самых ярких по этой теме стало выступление Алексея Склярова. Мы добились поручения, включения нас в экспертный совет Росалкоголь-регулирования. И так, поручение я получил статус председателя рабочей подгруппы, рабочей группы по виноградарству и виноделию. По разработке законодательства для малых форм. Нам было поручено подработать вариант, и мы предложили сразу отдельную статью в любом законе о виноградарстве и виноделии, которое будет рассчитано исключительно и только на малых фермерах. Также в рамках саммита состоялся очень авторитетный, профессиональный конкурс винодельческой продукции. Жюри, которое возглавлял великий и ужасный ОСКЛАК, оценило работы более 500 работ вин участников из 23 стран. Досталось и нам, в том числе, по дипломчику за белое и красное, и еще одно красное. Среди продукции «Кантины», получившей высокую оценку профессионалов, столовое полусладкое белое вино «Маската Джалла» и столовое сухое красное «Артефакт». Уровень оценок наших 83 – это очень высокий уровень, который, скажем, находится вблизи линейки премиальной. Премиальная вина. Но мы не будем сразу заноситься и ставить цены по 2-3 тысячи, как это делают обычно в таких ситуациях. Мы продолжаем оставаться в своей ценовой категории, потому что мы это делаем для наших людей, для азорчан и ростовчан. И надеемся, что мы удержим этот уровень и цен, и качества. Татьяна Ивашенко, Александр Кучиц, Азов.Инфо.